Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала АЛАУ программа РТН Подробности. В ближайшие полчаса с вами в студии буду я, Алмат Сулейменов. В начале программы коротко о главных событиях уходящей недели. В 2018 году будет выделено 20 тысяч дополнительных образовательных грантов для вузов Казахстана. Таково поручение главы государства. Как говорят в Министерстве образования и науки страны, сегодня определяются специальности, на которые гранты и выдадут. Предложения уже направлены в Национальную палату предпринимателей, а также в вузы. Как говорят в Управлении образования Кустанайской области, подготовка к ЕНТ в регионе уже началась. В этом году из школ области выпустят 4827 учеников. Сколько из них примут участие в тестировании, пока говорить рано. Прием документов на участие в ЕНТ начался только 10 марта и продлится до 10 мая. На получение знака Алтенбельги претендует 142 11-классника. Между тем, в Министерстве образования и науки Казахстана отмечают, присуждение образовательных грантов на общих основаниях многих обладателей знака Алтенбельги не устраивало. 13 марта депутаты Межелиса одобрили поправку, которая может повлиять на распределение грантов для обладателей знака. Согласно поправке, они будут иметь преимущество в ходе сдачи ЕНТ. Правда, только при равенстве баллов с другими абитуриентами. Иностранные делегаты из Италии, Нидерландов, США и России посетили три крупных сельхозпредприятия Кустанайской области. Это крестьянское хозяйство Терра и товарищество Сочаковское в Кустанайском районе и товарищество Терра Коробалыкского района. Их познакомили с новыми проектами предприятий. Это умная молочная ферма, точная земледелие и умная мясная ферма. Иностранные гости готовы не только инвестировать средства в сферу сельского хозяйства нашей области, но и поделиться опытом. Кустанайский регион в этом году выступает как пилотный в программе цифровизации сельхозпредприятий. Если все получится, то в будущем себестоимость сельхозтоваров уменьшится в несколько раз, а объемы, напротив, вырастут. Подобные международные встречи должны определить реальные проблемы и запросы Кустанайской области в сфере цифровизации. В этом году Азиатский банк развития намерен выделить сельскохозяйственным компаниям гранты в размере 350 тысяч долларов. Предпринимателям Казахстана помогут обустроить рабочие места для сотрудников-инвалидов. С 2018 года при поддержке республиканского бюджета работодатели могут претендовать на получение специальных субсидий. Для оборудования 20 рабочих мест для инвалидов по слуху и с нарушением опорно-двигательного аппарата предусмотрено 4,7 миллиона тенге. На сегодня ни один из регионов области не приступил к реализации данных мер. Помимо этого, говорят руководители ведомств, курирующих вопросы трудоустройства, есть и другие проблемы. Например, по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов. Квота устанавливается акиматами в размере от 2 до 4%. Зависит все от численности сотрудников на предприятиях. Работа эта в Кустанайской области проводится согласно плану, но официальная статистика отличается от реальной картины на местах. Многие инвалиды, которые отделами занятости показаны как работающие, на самом деле уже год и более не работают. Реальная картина и официальная статистика разнятся и в другом вопросе – доступности соцобъектов для инвалидов. Официально 85% из них обустроены всем необходимым. На самом деле, нередки случаи, когда все делается лишь для галочки. Трудоизбыточными в стране признаны Южноказахстанская, Жамбылская, Алматинская, Кзалардинская и Монгастауская области. Именно оттуда по госпрограмме переселяют людей в трудодефицитные регионы, к которым относится и Кустанайская область. Для привлечения новых кадров в каждом городе и районе разработаны паспорта и карты расселения. В паспортах указаны сведения о наличии социальной инфраструктуры, школ, дошкольных учреждений с языком обучения, объектов здравоохранения. В картах по каждому населенному пункту, планирующему принять переселенцев, указаны работодатели, перечень имеющихся вакансий. Отдельно оговаривается возможность обеспечения переселенцев жильем. В Кустанайской области есть работодатели, готовые предоставить его бесплатно. По данным Управления координации занятости и социальных программ, в этом году в Кустанайскую область ожидается прибытие 272 семей из трудоизбыточных регионов Казахстана. С начала года в Кустанай благодаря камерам видеонаблюдения удалось выявить 5,5 тысяч правонарушений. С осени прошлого года видеофиксаторы активно начали устанавливать и в подъездах многоэтажных домов. Сегодня камеры облачного видеонаблюдения, когда за происходящим в подъезде можно наблюдать в режиме реального времени, работают в шести сотнях подъездах областного центра. Ожидается, что в этом году их количество увеличится в половину. В подъездах устанавливаются по две камеры, они подключены к единой сети. Одна из них снимает дворовую площадку, другая – входную группу. Сегодня камеры облачного видеонаблюдения работают в системе госпроектов «Стоп кражам» и «Безопасный двор». В послании нынешнего года «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» президент поставил 10 приоритетных задач перед правительством республики, на решении которых нужно сконцентрироваться для дальнейшего успешного развития страны. Шестая задача – перезагрузка финансового сектора. На днях Министерство национальной экономики и Национальный банк Казахстана представили ряд мер, которые будут предприняты для реализации той самой перезагрузки финансового сектора. О том, что и как будет меняться в нашей стране, и вот текущей ситуации на финансовом рынке, мы и поговорим сегодня в нашей студии заместитель директора Кустанайского филиала Национального банка Казахстана Жанна Тулегеновна Марханова. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию. Ну и прежде чем мы начнем с разговора, давайте посмотрим, какие предложения по перезагрузке финансового сектора предлагают реализовать в Министерстве экономики и Нацбанке. 9 января нынешнего года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к населению страны с очередным посланием. Глава государства выделил 10 приоритетных задач, на решении которых нужно сконцентрироваться для дальнейшего успешного развития. Одна из таких задач в послании назначится под цифрой 6 – перезагрузка финансового сектора. Национальные банки и правительства Казахстана, опираясь на послание, разработали основные направления экономической политики страны в 2018 году. Среди основных задач – обеспечение благоприятного бизнес-климата и вывод бизнеса из тени. Для этого будут упрощены налоговые процедуры и меры государственного администрирования. На законодательном уровне будет предусмотрено улучшение условий правового регулирования бизнеса. Так, в текущем году планируется сократить 25 сфер контроля из 114, 3 сферы надзора из 18, снизить общее количество проверок на 30% и количество отчетностей, предоставляемых в адрес государственных органов, также на 30%. По словам Тимура Сулейменова, также в приоритете привлечение частных инвестиций, усиление банковского сектора, развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Поступление в бюджет, например, принесут дороги, которые станут платными. В 2018 году казахстанцы начнут платить за проезд по 500 километрам трасс республиканского значения. Дефицит бюджета планируется снизить с 2,9% к ВВП в 2017 году до 1,1% в 2018. Это позволит удержать долг правительства на безопасном уровне не более 20% к ВВП. Ненефтяной дефицит планируется снизить до 7,4% к ВВП. Внимание будет сфокусировано на недопущении необоснованного роста цен с устранением предпосылок для создания искусственного дефицита, ценового сговора и недобросовестной конкуренции. В целом в 2018 году будет обеспечен рост экономики, а инфляция, по прогнозам, будет находиться в новом и более низком целевом коридоре. При этом, как говорят в Национальной банке, республика переходит от антикризисных мероприятий по поддержке экономики к траектории устойчивого развития. Постепенная адаптация экономики Казахстана, колебание мировых цен на наши экспортные товары в условиях нового режима денежно-кредитной политики с принципами инфляционного таргетирования и свободного курсообразования требует более тесной координации между правительством и Национальным банком. Планируется, что согласно посланию, Нацбанк в 2018 году окончательно решит вопрос по валютной ипотеке. Помимо этого, банков разработаны поправки в законодательство, которые будут призваны защитить потребителей финансовых услуг. В рамках закона проекта по вопросам защиты прав, собственности и арбитража, который находится на рассмотрении в Мажелиса, Нацбанк совместно с Министерством юстиции разработали несколько принципиально важных поправок. Например, запрет на взыскание с должника денег, поступающих заемщику в виде алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей. Предусматривается и порядок самостоятельной реализации должником своего имущества без решения суда. В период продажи банкам будут приостановлены меры по взысканию задолженности и от задолжника, и от залогодателя. Итак, Нацбанк, Министерство экономики, правительство планирует определенные меры предпринять. Но начать качу с главного вопроса, который заинтересовал всех, кто читал послание. Перезагрузка финансового сектора. Что это такое? Что за перезагрузка? Банки продолжат работать или нет? Там кредиты и так далее будет доступно все это? Будем надеяться, что они будут более доступны, чем на сегодняшний день. Но в первую очередь, конечно, это оздоровление банковской системы. Очистка банков от плохих кредитов, создание провизии, докапитализация, особенно за счет и акционеров, собственников банков, ну и с поддержкой государства, но на возвратной основе. Ну, так вспоминая вот прошлый момент девальвации тенге, да? Там государство хорошие деньги завкладывало в банки для того, чтобы оздоровить их. Не хватило банкам или нет? Я помню, государство выкупало даже доли, насколько я помню, в коммерческих банках для того, чтобы поддержать. Банкам не помогло? Надо дальше оздоравливать? Ну, видимо, да, сегодняшняя ситуация, это говорит об этом, о том, что доля, создано много провизии, баланс Коскоммерцбанка полностью очистен от плохих займов БТА. Но все-таки на сегодняшний день опять началась тенденция по увеличению плохих займов. Что такое вот? Что вы вкладываете в понятие плохо? То есть это просроченная задолженность, которую клиенты не могут обслуживать своевременно в соответствии с договорами займов. А это в основном физические лица? Есть и физические, и юридические лица. Ну, вот у нас статистика по Кустанайскому региону несколько лучше, чем в целом по республике, но она все равно настораживает. То есть кредитные вложения растут, нас радует, что растут долгосрочные займы. 86% на 1 января задолженности по Кустанайскому региону – это займы свыше одного года. Но все-таки такая тенденция, особенно в конце 2017 года, она настораживает. То есть увеличивается просроченная задолженность, и банкам нужно создавать провизии. Хорошо. Тогда какие меры будет Национальный банк, и Кустанайский фирм в том числе, предпринимать для того, чтобы провести вот эту перезагрузку банковской системы? Ну, конечно, это макроэкономическая задача в масштабах всего государства, и это задача для Национального банка и правительства, это совместные действия. Но вот уже 15 января правление Национального банка приняло решение о снижении базовой ставки до 9,75% годовых. Это уже говорит о том, что деньги будут дешевле. Ну и в общем планируется субсидирование процентных ставок, чтобы, как сказал в послании президент, чтобы займы были более доступны, более длинные деньги, и чтобы они учитывали рентабельность в данной отрасли. Ну и субсидировать за счет государства часть займов, часть процентов. То есть государство будет помогать нам? Да, чтобы наши займы были дешевле. Нет, не гасить. А чтобы вознаграждение по займам стало дешевле и на более длительный срок. То есть у нас сейчас идет тенденция по снижению процентных ставок. Во всяком случае за счет государственных программ, поддержки малого и среднего предпринимательства, фонд ДОМУ в этом отношении, жестстрой Сбербанк, государственный Сбербанк, очень большой объем ипотечных займов в 2017 году. Но у нас и вот в Кустанайском регионе, вы, наверное, знаете, у нас нам выросло более 30% жилищное строительство. То есть поддерживают и компании, которые строят жилье, для них государство делает дешевле их кредиты на развитие бизнеса, для заемщиков, которые приобретают новое жилье до 10% жилищные займы. Ну и также и на развитие предпринимательства. Есть какие-то цифры, я не знаю, насколько это все-таки станет дешевле для меня. Когда говорят о банке, о кредите, сразу начинаешь считать. И банк тебе рекламу дает и объясняет. И ваш кредит будет всего под 7% и такая звездочка. А потом ты ниже, 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 ниже и на пятой странице. А эффективная ставка будет 27%. И ты понимаешь, как так? Здесь 7%, здесь 27%. Что это происходит? Самое главное, конечно, на что мы еще делаем упор в своей работе. У нас есть программа, принятая Национальным банком на 2016-2018 год по повышению финансовой грамотности населения. И в прошлом году Густанайский филиал Национального банка с поддержкой Акимата области тоже подписали такую программу о финансовой грамотности населения. Чтобы люди, когда получают финансовые услуги, чтобы они были грамотные и понимали, как, что и знали, куда можно обратиться. То есть в Национальный банк можно обратиться до получения займа с проектом договора. Можно получить консультацию. Можно прийти потом, когда уже есть проблемы с займом и не понимают. У граждан есть право в течение 14 дней расторгнуть договор. Сейчас введена норма, если у заемщика наступает просроченная задолженность в связи с введенным законом о коллекторской деятельности, в течение 30 дней заемщик может обратиться в банк и попросить улучшение условий по своему займу, так как у него есть просрочка и есть какие-то обоснования для этого. Ну а так, конечно, прогнозировать очень сложно. Ну вот я уже сказала, что базовая наша ставка – это как ориентир, то есть плюс-минус 0,1% по этой ставке Национальный банк принимает депозиты у банка второго уровня и по этой ставке выдает займы самим банком. То есть это у нас как ориентир, и он в принципе работает. И также это ориентир. А есть факты, наша статистика, что процентные ставки по выданным кредитам в нашем регионе продолжили снижаться, и относительно 2016 года снижены с 15,2% до 14,7%, а малому бизнесу с 16% до 14,5%. И доля просроченной задолженности у нас составила всего 6%, когда по республике 8%. Вот все-таки, если о финансовой грамотности, мне прямо интересно, в основном стало. Почему? Что это за разница? Что за процентная ставка вот здесь в кредите, и что за процентная ставка внизу какая-то? Самое главное – это годовая эффективная ставка. То есть надо ориентироваться не на 7%? Да, надо ориентироваться. То есть первая ставка – это по которой начисляются проценты. Пройдет процесс начисления. А с учетом всех комиссий, расходов, которые несет заемщик при получении этого займа, вот эта годовая эффективная ставка, она содержит все комиссии. И когда банк говорит «от 10%», например, идет реклама, и банк говорит «от 10% приходите к нам, пожалуйста». Но самый главный ориентир – это именно годовая эффективная ставка, она ограничена у нас размером 56% максимальная и в банках, и в микрофинансовых организациях. 56%? Да, это максимальная. И надо понимать, что чем короче займ, если он без залога, без подтверждения доходов, то это очень дорого должно быть. То есть банк несет риск за то, что он выдает заемщику деньги без подтверждения доходов, без целевого. Знаете, продолжая тему, два каких-то полярных мнения постоянно мне встречаются. То есть одни говорят, ни в коем случае нельзя брать кредиты, не кормите банки, живите на то, что зарабатываете и так далее. Другие говорят, не надо бояться кредитов, надо брать их и пользоваться. Это деньги, которые вы получаете сейчас и можете вложить в себя, в семью и так далее, если мы говорим о частных лицах. Вот к вам как банкиру вопрос, вы все-таки государственный банк представляете, надо брать кредит или нет? Ну вот в каждом конкретном случае, каждый человек, почему мы говорим о финансовой грамотности, должен уметь быть финансово грамотным, считать свои доходы и расходы и быть уверенным, что у него этот доход сохранится хотя бы то ближайшее время, на которое он берет займ. То есть если работа стабильна, и ты надеешься, что в ближайшие несколько лет ты совершенно спокойно будешь оплачивать, почему хороша система жилостой сбережений? Там три года надо накапливать, то есть это дисциплинирует, и ты уже из дохода семьи откладываешь деньги на депозит. И вот такая практика должна быть в каждой семье, даже если заработная плата 50 тысяч. Всегда говорили, что хотя бы 10% нужно откладывать, это одно. И второе, всегда говорить о цели. Для чего? Как вы говорите, вложить в семью, в собственное здоровье, в обучение детей или еще что-то. Какая цель? И насколько необходимо? А так, конечно, понятно, если у семьи недостаточно дохода, чтобы сегодня содержать себя, то если мы берем займ, то мы соглашаемся содержать банк, еще и в некоторых случаях страховую организацию. А если у нас будут проблемы, то еще и коллекторскую, которая будет досудебные делать мероприятия. А если мы не сможем платить, и банк будет вынужден подать на нас в суд, то еще и судебные сдержки понесет заемщик. Потом еще судебные решения надо исполнять, судебный исполнитель возьмет свои расходы. Насколько человек готов оплачивать все эти расходы ради того сиюминутного, что сегодня ему якобы нужны деньги. Может быть как-то, ну мы знаем, что наши родители как обходились без займов. Конечно, это кажется легко, доступно, легко. Купил сегодня огромный телевизор. То есть можно купить технику попроще. Может быть, есть на сегодняшний день тенденция снижения цен некоторых. То есть может быть подождать. И мы понимаем, что если банк привлекает покупателя для данного торгового предприятия, то возможно это торговое предприятие дает скидку банку. И банк за счет этого зарабатывает. То есть мы якобы не переплачиваем. Но если бы мы подождали полгода и накопили, может быть мы могли бы купить день этот товар дешевле. То есть каждый раз человек должен взвешенно подходить. Насколько? Потому что очень часто приходят заемщики, которые потеряли работу. Есть, конечно, такие грустные вещи, когда потеряли кормильца. И они вынуждены просить помощи родственников. То есть они не могут содержать эту трехкомнатную квартиру, а тем более оплачивать займ. И получается вот эти все расходы и вознаграждение банку, это очень сложно тянуть потом семье. Ну и вот как-то какой-то формы, я не знаю, государственной поддержки, защиты оградить меня от этого кредита, вот когда я банкрот, может быть, там даже. Ну сейчас, да. Вот вы можете как-то защитить меня от того, чтобы из банка вы меня последнее не забрали, коллекторы мне там стекла не били? Ну да, на сегодняшний день, если это единственное жилье, особенно в отопительный сезон, не выселяют банки. Но надо понимать, что у них есть право жилье в залоге, и у них есть свои обязательства перед депозиторами. То есть банк должен своим депозиторам, которые разместили у него деньги, да, они тоже ждут вознаграждения. Ну да. Да, это надо понимать, что у банка есть свои обязательства. А как помочь? По решению суда иногда, если банк идет в суд, это даже заемщику проще, потому что при решении суда прекращается начисление вознаграждения. То есть если банк на весь сумму основного долга и вознаграждения на данную дату подает иск, и суд поддерживает это решение, то дальше не начисляется вознаграждение. То есть займ не растет, как снежный ком хотя бы, да. Вот программа рефинансирования, которая у нас уже два года действует, очень много заемщиков рефинансировано. В Кустанайском регионе 2 миллиарда 200 миллионов рефинансировано займов валютных. И валютных, и с просроченной задолженностью, да. То есть по Казахстану 118 миллиардов за эти годы, 146 миллиардов одобрено заявок, конечно, но поддержать, то есть рефинансированы займы по более льготному курсу, списаны штрафы пени, вознаграждение начисляется на сегодняшний день всего 3%, продлен срок кредитования до 20 лет. И планируется в этом году расширить эту программу, рассмотреть проблемы заемщиков, которые получили валютные займы до 2016 года, и у которых единственное жилье, и на сегодняшний день они не могут обслуживать. То есть им нужна помощь, чтобы их не выгнали на улицу. Этот вопрос рассматривается на сегодняшний день. Наши предложения даны и в правительство рассматриваются в госорганах. Если, скажем так, предвижу такой вопрос у телезрителей, если у меня проблемы сейчас с кредитом, да, и неуверен я, то есть я могу обратиться? Ну, конечно, прийти в Национальный банк, написать ходатайство, заявление, жалобу на банк. Ну, сначала, конечно, лучше обратиться в сам банк, взять выписку, да, посмотреть, что там, как распределяются. Банк обязан предоставить не всю информацию по вашему госпрограмму? Да, и по госпрограммам, и по тому займу, который есть. И у нас на сайте все правила эти размещены. Ну, а можно к нам обратиться по телефону, поэлектронно, письменно. В Магометово 195-9909-10, телефон приемный, 9909-19-20-21. Это у нас есть такой отдел контроля финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг. Заемщики приходят, жалуются. Конечно, у нас мало процентов подтверждается, что банк вел себя неправомерно. Очень часто просто заемщики невнимательно читают договор. И банк подает в суд. Но мы приходим и в суд. В этом году больше 170 заседаний участвовали наши работники по вопросам судебным разбирательства банков и заемщиков. И не только банки подают на заемщиков, но есть и заемщики подают на банк, чтобы признать договор банковского займа недействительным. Но есть разные ситуации. И на сегодняшний день и банки стали более лояльны. Они идут навстречу заемщикам, смотрят их. Мы организовываем встречи, списывают какие-то проценты или пеню, или дают рассрочку. Они тоже заинтересованы в том, чтобы сохранить будущего клиента, чтобы не получить такой негатив совершенно. То есть, как бы вот такая работа ведется. Около 300 жалоб у нас было в прошлом году. Около 10% были обоснованы. Некоторые банки и страховые организации, кстати, по страховым мы тоже осуществляем такие мероприятия, по микрофинансовым, по страховым выплатам, по гражданской правовой ответственности автовладельцев, когда недовольны люди, какую сумму им выплатили, или в какой срок, и каким образом произвели оценку или расчет. Этим тоже занимаются работники Национального банка. Большая работа. Про микрокредитные организации начали говорить. Микрофинансовые. Микрофинансовые. А вот микрокредитные. Микрокредитные на сегодняшний день работают по гражданскому кодексу. Национальный банк контролирует, надзирают, регулируют только микрофинансовые организации, которые проходят у нас учетную регистрацию. В Кустанайском регионе на сегодняшний день работают 9 микрофинансовых организаций. И есть филиалы других микрофинансовых организаций из других регионов. Хорошо. Возвращаясь к теме, с которой мы начинали. Вот то, что в послании говорилось, что нужны стране кредиты. И неоднократно от банков можно услышать и прочитать в интернете. И не только от казахстанских. Я и на российских сайтах читаю. И там, и там. Банкам все время не хватает каких-то денег. Банкам не хватает кредитов. Можете объяснить, какие кредиты берут банки, о чем идет речь, и как мы собираемся эту проблему решать в Казахстане? Ну, как сказать, банкам, наверное, денег хватает? Или как, даже не знаю, как это сформулировать правильно. Ну, вот у нас депозиты в нашем регионе превышают сумму займов, которые выданы. Даже на сегодняшний день так, да. А говорить о том, что их нет денег, очень сложно. Деньги есть, но вопрос, на каких условиях банки готовы давать. То есть процентные ставки, условия залога, подтверждение платежеспособности. Очень много государства делает программ на развитие бизнеса и малого. И даже вот у нас есть микрофинансовые организации, которые работают по госпрограммам. И там очень незначительные проценты. И есть через фонд Дому. То есть малое предпринимательство, бизнес поддерживает государство очень хорошо. И составляет хорошую конкуренцию банкам на сегодняшний день. Ну, вы знаете, вот сколько не было предпринимателей, особенно от сельского хозяйства в моей программе, там за последние годы, всегда говорят о том, что кредит получить архи сложно. И даже по госпрограммам банки там такого наворачивают сверху, что очень сложно получить кредит. Ну, к банкам тоже особые требования есть. Они должны обеспечить возвратность. То есть, что если завтра не будут возвращать эти займы, я же уже говорила, они-то обязаны с депозиторами рассчитаться с источниками денег. Они должны реализовать этот залог без проблем и рассчитаться. А если будет займ не подтвержден без подтверждения доходов, без залога, тогда он очень дорогой. Как вы удивились, 56 процентов, кому хочется такие деньги платить, тогда развивать, где получить такую доходность или такую рентабельность. Вот про это президент и сказал, что нужно, чтобы займы, проценты, вознаграждение по займам учитывало рентабельность на рынке, именно в данной отрасли экономики. Но вот на сегодняшний день, мы же знаем, что уже несколько лет государство поддерживает автопроизводство, да? То есть, мы получали займы под 7 и под 4 процентов на автокредитование. И много таких граждан, которые получили по ипотечному жилью, и 5,5, но в среднем 8 с небольшим процентов по жилищным займам. Это нормальная, эффективная ставка, по которой люди берут с удовольствием, ждут какое-то время, накапливают какую-то часть. Есть арендное жилье, которое молодые семьи получают в пользование, да? То есть, они какое-то время платят небольшую арендную плату, накапливают половину суммы стоимости жилья, и потом берут только половину, вот 5,5 процентов жилства. То есть, Бирбанки – это очень хорошие условия, и там большая очередь желающих всегда. И даже если попадается первый и последний этаж, они все равно и берут. Но вот возвращаясь к вопросу кредитования бизнеса, мнение, которое высказывают предприниматели, бизнесмены, вне, конечно, студии, вне камер, вот неоднократно слышал это, банкам невыгодно давать вот эти государственные программные кредиты, потому что они предпочитают там заволокитить так, чтобы ты в конце концов взял у них коммерческий кредит, и не под вот эти 8 государственных процентов, а под 45, которые очень хорошо вписываются в определенные вам мира. Ну, во всяком случае, фонд ДОМУ очень хорошо поддерживает. Фонд ДОМУ – это все-таки не важно. Они помогают, даже консультируют и бизнесменов, и начинающих предпринимателей, и уже действующих. Они очень хорошую поддержку оказывают предпринимателям, помогают готовить пакет документов. Во всяком случае, жалоб в эту сторону не было. Они даже работают и совместно с банками, и уже оперативно. Я знаю, Акимат области это держит на контроле именно по государственным программам. И, в принципе, движение идет, и они получают, особенно наши сельхозтоваропроизводители и те, у кого есть особенно переработка сырья, какие-то такие производства. Просто не всегда предприниматели потом подтверждают целевой доход, целевое использование своих кредитных ресурсов с этим сложности. То есть они покупают автобус, но документов нет, что они его купили. То есть нужно, чтобы понимать, что государству обязательно нужно подтверждение целевого. А смысл тогда, то есть насколько эти деньги в нужном направлении использования для этого государство и делает ниже ставку. Вот вы говорили о том, что у нас депозитов в людях и предприятиях хранят больше, чем взято в принципе кредитов. Почему так? У нас неохотно кредиты берут в Кустанайской области меньше, чем в остальной республике. И не очень кустанайцы доверяют банкам? Или в чем причина? Или у кустанайцев так много денег, что приходится хранить их в банках, а не тратить? Ну вот знаете, депозиты растут, и нас это радует. И даже в тенге. Особенно стали расти депозиты жилстроя Сбербанка. То есть люди в надежде улучшить свои жилищные условия. Там есть хорошие условия. 20% премия государства на каждый вклад по 200 МРП. Это очень хорошие условия. Можно на каждого члена семьи открыть счет, получить премию государства, и потом объединить, и через 3-5 лет получить, купить жилье под дешевые проценты. Почему нет? Эта система работала в Европе, в Германии. Мы оттуда ее, как говорится, и научились, да, и открыли этот жилстро Сбербанк. Но и люди все равно создают, мы говорим о финансовой грамотности, люди все-таки создают какую-то подушку безопасности. Вот в прошлом году, в 2017-м, по анализу Национального банка, у нас, конечно, проценты вознаграждения по теньговым депозитам были выше, но депозиты по евро, доходность у них превысила, потому что евро в прошлом году намного вырос. На втором месте депозиты в теньге, и на третьем месте уже долларовые депозиты по доходности. И все-таки люди считают и понимают, что в нашем кощающемся мире надо создавать все-таки, это мы кому-то рассказываем, а кто-то уже это знает. То есть это говорит наоборот, мы гордимся, что в нашем регионе люди финансово грамотные, понимают, что нельзя тратить всю зарплату и жить от зарплаты до зарплаты. То есть кто-то все-таки накапливает на транспорт, на жилье, на учебу, на какие-то приятные события в своей жизни. То есть мне кажется, это об этом говорит. В чем люди больше хранят, в чем кустанайцы больше хранят свои деньги? В тенге все-таки предпочитают тенге. Ну потому что я вот на сайтах то, что банки предлагают, смотрел, там очень низкий процент по долларам, а почему так мало дают на процентов на доллары? Ну потому что это, во-первых, источников курс нестабилен, да, скажем. Тенге, по тенге больше процентов мы же вообще ведем работу под долларизацию. Мы живем в своей стране, и на сегодняшний день картина все-таки показывает, что люди доверяют тенге. Это статистика. А вот эти скачки наши, которые произошли, да, там, когда доллар до 180, потом до 360, то есть не подорвало доверие население к национальной валюте? Ну в тот момент был небольшой, особенно почему-то реагирует Южная область, столица. Но вот кустанайский регион не так существенно. И на сегодняшний день тенденция все-таки доверия, видите, еще свою роль сыграет фонд гарантирования депозитов. Гарантирует до 10 миллионов тенге каждому гражданину в каждом банке. 10 миллионов, если это в тенге. И всего лишь 5 миллионов, если это в иностранной валюте. И фонд гарантирования также рекомендуемый 14% по тенге и всего 1%. И люди все равно понимают, что даже если курс меняется от 320 до 330, это не такое существенное влияние, как 14%. Правильно? А вот, кстати, еще один вопрос. То есть это всего лишь 3%? Почему курс так колеблется? Вот вы знаете, каждое утро едешь на работу, все равно где-то проезжаешь мимо обменок, и глаз просто сам цепляется. У них крупные достаточно вот эти стенды, на которых выставлены. Сегодня 222, 322 завтра, 340. И вот такие скачки иногда происходят. Надо понимать, что это всего лишь товар. Это такой же товар. То есть деньги – это такой же товар, как и любой другой. Но он более подвержен и нашему ажиотажному спросу, и влиянию биржи, и вплоть до того, что если в прошлый раз у нас произошла девальвация, кажется, перед этим произошла девальвация в России, и потом даже наш огромный сосед Китай, он тоже девальвировал свою денежную единицу. Столько лет она стояла незыблемо. А на самом деле ежедневно… Почему такой курс? Ежедневно у нас рынок. На бирже есть спрос и есть предложение. Сколько-то продают, сколько-то покупают. И наш курс, который якобы официально установлен, национальный банк, на самом деле это вчерашний курс, который фактически сложился на бирже, который реальный. Реальные покупатели, реальные продавцы. И курс вот этот и есть, который вчера реально сложился. Раньше, ну это происходило всегда, мы не в прошлом году. Да-да-да, это всегда происходит. Всегда была биржа, все это было. Но раньше Нацбанк, насколько я понимаю, регулировал курс вливаниями доллара. На сегодняшний день у нас уже, да, основная у нас… У нас свободно плавающий курс. И национальный банк вмешивается только, когда видит, наблюдает спекулятивные скачки. А так у нас инфляционное таргетирование. И вообще основная цель национального банка, которая написана в нашем законе, это обеспечение стабильности цен в республике. Вот это самая главная цель национального банка. И все задачи, которые мы осуществляем, денежно-кредитная политика государства, валютное регулирование, составление нашего платежного баланса страны, защита прав потребителей финансовых услуг, обеспечение стабильности финансового рынка, это все подчинено стабильности цен. Удается сохранять? Вот по вашему мониторингу за 17 год? Ну конечно, за 17 год у нас цены стабильные, инфляция в пределах ожидаемого коридора. Мы планировали 6-8, но 7-2 так и сложилось. Хорошо, у нас заканчивается время нашего программы. Не могу не задать вопрос, потому что разговоры эти с нового года примерно начались. Не один раз уже их слышал. И даже обсуждения какие-то уже появляются. Говорят, вот наши скачки и девальвации происходят всегда в феврале. Ну вот мы и ждем, когда у нас что-то здесь в феврале произойдет, не произойдет. Прогнозы какие-то можете сделать? Будет что-то? Стоит ожидать каких-то финансовых изменений? Нет, я же не оракул, да? Но я же вам уже сказала, что курс складывается на рынке, свободно плавающий у нас курс. И Национальный банк только в редких случаях при наблюдении резких, спекулятивных каких-то скачков только в этом случае вмешивается. А прогноз делать очень сложно. Но я знаю, что вчера вот на бирже 327. Как будет завтра, никто не может сказать. Это будет зависеть от того, сколько будет предложения на рынке и сколько будет желающих купить. Хорошо, ну что ж, большое спасибо. Мне все-таки хотелось бы, чтобы больше не было таких скачков, вот как потребитель самому и человеку, получающему деньги все-таки в национальной валюте, а не в долларах. Большое спасибо, что сегодня нашли время, пришли к нам в студию, рассказали о том, что у нас происходит в финансовой сфере в Кустанайской области особенно интересно. Вас, дорогие зрители, я жду экрана в телевизор в следующую субботу в 20.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин